Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мы с вами сегодня, как и договаривались, обсудим стратегию развития госкорпорации «Роскосмос» до 2030 года. Напомню, «Роскосмос» был образован для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли, для обеспечения её качественного роста. Нам необходимо сохранить и приумножить позиции России в мировой космической индустрии, добиться прорывных достижений в изучении космоса, предложить рынку по-настоящему инновационные технологии и востребованные услуги в космической сфере. Основные ориентиры и пути решения этих важнейших задач должны быть отражены в стратегии развития корпорации. Я выделю только несколько ключевых направлений. Первое – это дальнейшее развитие орбитальной группировки. Важно не только обеспечить увеличение числа космических аппаратов различного назначения, находящихся на орбите, но и добиться их улучшения, улучшения качества и надёжности этих аппаратов. Второе – необходимо повышать объёмы товаров и услуг, которые мы можем предложить потребителям. И Роскосмосу нужно активнее участвовать в коммерческих проектах, шире внедрять инновации, наращивать производство наукоёмкой продукции, динамичнее выходить на мировые рынки. Мы с вами об этом в разных составах многократно об этом говорили. И в этой связи, конечно, хочу отметить, что следует оценивать компанию, её эффективность не только по результатам выполнения госзаданий, но и по объёмам оказанных коммерческих услуг и их доли в общей выручке Роскосмоса. В-третьих, большую отдачу должен приносить и российский сегмент Международной космической станции, МКС. На финансирование станции направляются значительные бюджетные ресурсы. Хотелось бы тоже сегодня об этом поговорить, как идёт работа, что сделано за последние 10 лет, как были, что там запатентовано, что нашло практическое применение в экономике и, может быть, фундаментальной науке. Четвёртое. Серьёзное внимание следует уделить созданию перспективных космических аппаратов и средств их выведения. Они необходимы для дальнейшего освоения космоса, для реализации пилотируемой программы. И нужно ответить на вопрос, как продвигается работа в этом направлении. Далее. Сегодня определимся и со сроками проведения пилотируемых пусков с космодрома «Восточный». В целом поговорим о ходе развития его инфраструктуры. Последний раз мы рассматривали этот вопрос в апреле текущего года. Тогда же с нового космодрома был произведён первый запуск. И сегодня прошу доложить, как идёт работа, что было сделано за прошедшие полгода, как выполняются намеченные графики. При этом уже сейчас нужно активнее разворачивать второй этап строительства, организовывать работу по возведению стартового стола для тяжёлых ракет «Ангара», а также объектов предполётной подготовки космонавтов. Ещё один ключевой аспект – это кадры. Привлечению грамотных, хорошо подготовленных специалистов нужно уделять самое пристальное внимание, создавать для них все необходимые условия, строить жильё, социальную инфраструктуру. Мы с вами тоже об этом неоднократно говорили, в том числе говорили о том, что нужно в переезжающем даже порядке возводить эту инфраструктуру социальную, строить город специализированный для людей, которые там будут жить и работать, Циолковский. Вот давайте по всему этому комплексу сейчас и подискутируем. Пожалуйста.